Гараж Диджитал В том числе я догадываюсь в игры, о которых ребята будут рассказывать, а может и нет. И здесь я передаю слово им, чтобы они рассказали о том, что будут делать. Вот, спасибо. Спасибо. Всем привет. Спасибо, что пришли в такую погоду. Кажется, вы реально не боитесь взаимодействовать с экологией. Спасибо. Меня зовут Даша Насонова, это Дима Веснин. Привет. Мы оба геймдизайнеры, я еще архитектор, а Дима преподает. Да, и ты расскажешь тогда о себе подробнее. Я просто хотела сказать о том, какой формат мы выбрали для сегодняшней лекции. Мы подумали, что раз мы говорим об экологии в видеоиграх, то стоит все-таки отойти от прокручивания слайдов и сделать игровыставку. Собственно, это мы и сделали. У нас есть такая игровыставка, куда мы поместили артефакты из тех игр, о которых мы будем сегодня говорить. Поэтому на протяжении сегодняшней лекции мы будем гулять по игровому уровню. И все наши рассуждения будут основываться, собственно, на том, что мы будем видеть. Ну и сейчас я хочу передать слово Диме. Спасибо. Это получается одновременно и летсплей, и лекция, и слайды, и выставка. Да. И все это в рамках программы «Гаража». Обо мне пообещала немножко рассказать. Я геймдизайнер, ни одного публичного проекта еще. И... То же самое. И... Кроме этого. О, кстати, да. Вот. Преподаю вышки сторителлинг в интерактивных медиа, в играх, в третийных пьесах, в видео всяких штуках. И вот примерно то, что, наверное, нужно знать перед тем, как мы начнем. А сегодня мы будем рассказывать про Майнкрафт как экологический хоррор. И только про него. Да. И все другие штуки. И переключите нам, пожалуйста, эту. Да, да. Потому что... Потому что у нас есть вода. У нас есть ой-ой-ой... И звук. Супер. Да. И видно лица наконец-то. Я надеюсь, кстати, что это видео не очень сильно будет лагать. Потому что, когда я его собирала, честное слово, оно работало чуть быстрее, точнее весь уровень, пока он конструировался. Но вышло как вышло. Так что, надеюсь, это не очень сильно будет отвлекать от процесса. Вот, а рассказ про экологию хочется начать с воды и с того, как воду вообще делают в играх. Потому что во всех играх воду делают очень сильно по-разному. Это очень сильно зависит от движка, от технических деталей. И обычно вода – это вот такая плоскость, которая в какой-то момент просто пересекается с островом. И часто под островом на самом деле тоже вода. Типа вот под этой штукой, которую мы видим. И это делает технические проблемы, если вам нужна разная вода в игре. Если с одной стороны должна быть одинаковая, другая – как ее срезать. И эту техническую проблему лет пять на себя взял геймдизайнер Пиппенбарк, который делал выставку для фонда Марины Абрамович. И он делал выставку игровой воды. Он собрал воду из очень многих разных игр и поместил ее в отдельные баки. И ты ходишь по ней и видишь – очень разная вода. А на самом деле за ней каждый стоит отдельный свой движок, потому что нужно было все это вытаскивать. Невозможно одновременно совмещать. И это была реально техническая проблема даже сделать десять разной воды. И все начинало тормозить ужасно. И вовсе это было при этом в одном уровне. Да, это все была одна выставка с баками, где была эта вода. Очень круто. Да, ну у нас действительно весь геймплей этой несуществующей игры происходит на острове. Сейчас мне придется положить микрофон, чтобы пройти чуть дальше. Да, спасибо большое. Как вы видите, сегодня мы будем в большей степени говорить об играх в песочницах, где весь геймплей завязан на том, что вы собираете ресурсы, а затем крафтите, то есть производите из них разные инструменты, которые так или иначе могут пригодиться вам в игровом процессе. Когда говоришь об игре песочницы, то обычно первое, что приходит на ум, это Майнкрафт. Многие из вас играли в Майнкрафт или в похожие игры песочницы? Супер. Но для тех, на всякий случай, кто вдруг не сталкивался с игрой, то... Почему это весело? Мне весело. Нет, почему Майнкрафт это весело? Почему Майнкрафт это весело, да. Во-первых, это простор для воображения. Ты можешь делать там абсолютно все, что угодно. У тебя открытый мир. У тебя есть первичный набор навыков, которые ты затем, получается, развиваешь. Потому что ты исследуешь локации, ты можешь их модифицировать, ты добываешь себе ресурсы. И из этих ресурсов ты можешь строить себе более сложные предметы. И эти более сложные предметы, это может быть кирка, лопата, меч. И, в общем, их ты используешь для того, чтобы добывать, в свою очередь, более сложные ресурсы. То есть, сложность игры, она возрастает по мере того, как ты все больше и больше тратишь времени на добычу ресурсов и производство. Это безумно весело, потому что с помощью этой добычи ты можешь строить разные классные штуки от небольшого домика для себя самого до какого-то форта. Да, кстати, про форты в Майнкрафте есть несколько режимов. Один из них предполагает просто свободное творчество, а второй как раз режим выживания. И в этом режиме выживания у тебя есть ограниченное количество времени для того, чтобы добыть ресурсы, необходимые для того, чтобы построить форт, в котором ты, в свою очередь, будешь прятаться от монстров, которые генерируются ночью. В общем-то, это и составляет саму суть этой части режима прохождения. Но большинство людей, как мне кажется, находят эту игру такой классной за счет того, что просто можно прийти, добыть ресурсы в практически неограниченном количестве, получить от этой локации все, что тебе нужно, построить какой-то фантастический замок, похвастаться друзьям, сделать из этого летсплей, пустить на Твиче. В общем, вокруг этого складывается комьюнити. Проблема таких игр заключается в том, что, как нам кажется, и как кажется другим людям, представляющим Game Studies, сам этот процесс отображает то, что происходит в современной экономике. А современная экономика, в свою очередь, к сожалению, привела к ухудшению экологической обстановки. То есть это и климатические изменения, и утрата биоразнообразия. И в целом в таких играх отражается очень сильно стремление человека перевеливать природой, максимально захватывать все возможные ресурсы, которые какой-то клочок земли может ему дать для того, чтобы производить дальше и вот эти средства производства тратить на еще большее обогащение ресурсами. При этом все хочется сравнивать Minecraft с Lego, вот как ты рассказываешь, потому что тоже строишь, тоже там какие-то блоки, но в Lego, примерно как и в реальном мире, ресурсов конечное количество. А в Minecraft получается огромная территория, которую можно копать сколько угодно, тебе не надо их там как-то докупать или что-то еще, и получается, что весь цикл того, как ты можешь дотянуться до ресурсов и их использовать, он уходит на такие очень капиталистические максималки. Да. Типа, что мы захватываем все насколько можем, строим все как классно, смотрим новые схемы оптимизации всего этого, и с этим вылезают этические проблемы потребления тоже. Да. Причем Minecraft это, конечно, не единственная игра, хотя мы вывели ее в тайтл. Она довольно известная. Да, потому что она максимально известная, да, такой получился кликбейтный заголовок. Но, конечно, этой модели следует не только эта игра, есть еще Subnautica, есть Terraria, которую вы видите сейчас справа. Все эти игры следуют примерно той же самой модели, то есть у вас есть задача выжить, у вас есть ресурсы, которые вы можете добыть, и дальше вы начинаете развивать свой геймплей по, в общем-то, такой капиталистическим... Сколько раз мы уже сказали слово «капиталистический». Ай-яй-яй. Да, и дальше вы просто начинаете развивать свою деятельность в соответствии с этой моделью. То есть вы все свое время практически тратите на то, чтобы собрать ресурсы, усложнить и усовершенствовать свои способы производства, чтобы опять дальше собирать ресурсы. То есть это такой бесконечный порочный круг. И эти ресурсы все одинаковые в том смысле, что один блок золота не отличается от другого блока золота. Хотя это не очень... В жизни-то это не так. И получается, что каждый следующий блок золота, добытый в реальной жизни, он становится все дороже и дороже. И есть встроенная в систему штука, которую в Майнкрафте кучу раз обсуждали, что ее не хватает. Это сопротивление системы. Если ты подходишь к какому-нибудь персонажу, и ты пытаешься ударить его, чтобы он пошел жить к тебе, там так работает. Да, мы считаем, что это покажем, правда. То ты толкаешь его, и он двигается на клетку, и толкаешься его в следующий раз, он точно так же двигается. Хотя все взаимодействие с природой, с животными, домашними животными, боже мой. Что если ты несколько раз повторяешь одни и те же взаимодействия, они начинают немножко по-другому на это реагировать. Немножко сопротивляться этой штуке. У них есть какая-то своя выраженная идея того, чем они занимаются. А здесь получается, что это только одна функция и только один интерфейс взаимодействия с ней. И из-за этого нет ощущения, что тебя что-то тормозит от твоих поступков. Ты можешь делать все, что угодно, и каждый раз это одинаково работает. Да, но ты скажешь, что это касается в основном неигровых персонажей, которые более-менее дружественные. Конечно, там есть зомби и страшные пауки, которые будут на тебя нападать. Но вот что касается домашних животных и жителей окружающих деревень, то тут они абсолютно безобидные, и тебя не будут трогать. Я, наверное, здесь двинусь дальше, потому что... А пойдем. Да, потому что проблем, конечно, много. И тут, да, почему мы говорим... О проблемах. Да. Штука, которую... Вот когда мы готовились к лекции, Даша сказала, как архитектор, и это меня немножко так в ступоль поставило, Даша сказала, что в Майнкрафте слишком много строительства. Да. И это непривычная штука, чтобы слушать это архитекторы. Расскажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Да, просто в Майнкрафте действительно самое большое удовольствие от игры, ну, по крайней мере, большинство людей получает именно от создания каких-то новых структур, конструкций. Все это классно и весело, но это совершенно не соответствует существующей архитектурной повестке. Об этом мы, наверное, еще чуть дальше вспомним, но сейчас все-таки архитектурное сообщество более-менее приходит к мысли о том, что постоянная стройка и постоянно творческое самовыражение архитекторов через эту стройку, это совершенно не способствует развитию окружающей среды. Да, конечно, могут быть энергоэффективные здания, можно поставить солнечные батареи, можно изначально использовать какие-то более-менее экологичные материалы, но в любом случае любая стройка, любое производство – это производство и потребление ресурсов, доставка материалов на строительную площадку также вызывает выбросы углекислого газа в атмосферу. И в целом процесс стройки, даже несмотря на то, что конечный продукт может получиться достаточно устойчивым, сам процесс совершенно не экологичный, к сожалению. И даже недавно в Осло была триеннале, если я не ошибаюсь, где архитекторы поднимали этот вопрос, то есть они обращали внимание на то, что нужно стараться не строить что-то новое, а развивать уже существующие объекты, и в особенности открытые общественные пространства. В том числе они говорили о том, что здесь как раз тоже такой возврат к играм, что одним из ключевых общественных пространств, которые необходимо развивать, это игровые площадки, но игровые площадки не в плане локализованных объектов для детей, а в том плане, что игровой площадкой должна стать вся улица, и через игровой процесс это бы способствовало взаимодействию между людьми. Еще один хороший пример я оставлю на потом, пожалуй, иначе просто же ничего про этот объект в Викторию. О, окей, да, да. Это потом, да. Но почему вообще мы еще говорим о проблемах в Майнкрафте, и почему нам кажется, что это суперважно? Дело в том, что Генри Дженкинс, американский культуролог, и в том числе он исследует видеоигры, он говорил о том, что в играх есть нарративы. Эти нарративы бывают разные, бывают абсолютно очевидные, вроде того, что у тебя за кадровым голосом что-то объясняется, или у тебя есть какие-то элементы, встроенные в окружающую среду, которые рассказывают тебе об истории, локации. Но есть такой вариант, когда геймдизайнер как бы не заставляет тебя напрямую что-то делать, но он оставляет тебе пространство для экспериментов. Это как происходит, например, в Sims, когда у тебя нет какой-то прямой миссии, ты можешь играть в свободном режиме, но те объекты, которые у тебя присутствуют на сцене, те неигровые персонажи, которые ты встречаешь, они дают тебе возможность творить какие-то страшные вещи. Например, удалять все двери, и все знают, к чему это в Sims приводит. Можно запереть людей в бассейне, убрать оттуда лестницу и оставить их там. Они убрали это в четвертой части. Да, и вот Jenkins это называют emerging narrative, то есть появляющийся нарратив, который рождается из взаимодействия пользователя и геймдизайнера. То есть получается, что проблема таких игр не в том, что тебе говорят, вот, используй все ресурсы, чтобы ухудшить экологическую обстановку. Нет, тебе просто дают возможность это делать. И здесь мы пройдем дальше, чтобы поговорить чуть-чуть о решении этих проблем, которые, тем не менее, рождаются далеко не... Есть еще колониальная проблема. Да. Давай пока я иду. Давай. И пока ты идешь, так не спеши. Это колониальная проблема. То есть затея в том, что когда люди приходят играть в Minecraft, и весь мир не сопротивляется тому, что они делают, ну, может быть, чуть-чуть угрожают или чего-нибудь, то оказывается, что они попадают в место, которое существует для самовыражения этого человека, для каких-то своих амбиций, для каких-то своих приключений и всяких таких штук. Ничего особо этому не сопротивляется. И получается, что люди оказываются в ситуации, когда вся природа, которая есть в этой игре, она как будто бы для человека. Она как будто бы без вмешательства человека особо ничего не значит. И единственный способ сделать что-то толковое из природы, это перестроить из этого какие-то дома, структуры, деревни, цикл производства и все такое. Что очень сильно закладывает идею, если не сильно сопротивляться этой идее, о том, что это колониальный захват пространства в том же смысле, в котором раньше захватывали Индонезию, какие-то африканские территории. Все эти, потому что люди точно так же приезжали, игнорировали примерно все, что там происходит, и настраивали свой там быт, свое производство, свои эти штуки. Да, и вживую как бы на планете Земля уже больше нечего так захватывать. Поэтому можно захватывать какие-нибудь виртуальные пространства и радоваться это очень сильно. Свои колониальные амбиции удовлетворять этим делом. Да, кстати, про решение проблем. Мы нашли такую забавную вещь, что несмотря на то, что те вещи, которые мы обсудили, игнорируются самими создателями, тем не менее люди, они не безучастны. Они обязательно, то есть игроки, члены комьюнити Майнкрафта, они замечают то, что что-то идет не так, потому что все же умные в основном, и мало кого можно так просто обвести вокруг пальца. Поэтому люди стараются самостоятельно реагировать на то, что видят в игре, самостоятельно пытаются решить проблему. Вот, например, мы обозначили проблему утраты биоразнообразия. В Майнкрафте это очень заметно, потому что очень небольшое количество биом существует на игровой локации, ну, сравнительно с реальным миром. А что такое утрата биоразнообразия? В смысле прямо на пальцах? А утраты биоразнообразия? Ну, например, существует... Животные вымирают. Мне проще, наверное, провести аналогию из сельского хозяйства. То есть, например, у фермеров есть несколько... Это, кстати, очень хорошо было описано в книге Кэролин Стайн «Голодный город». В общем, у английских фермеров было исторически больше, по-моему, 50 видов разных яблонь. Но в результате они пришли к выводу, что экономически целесообразно выращивает только один. Таким образом, все остальные виды яблони, они просто начинают исчезать, потому что никто больше их не культивирует. И в итоге все это биоразнообразие, которое раньше существовало в Англии, сохранилось только в каком-то одном, если я не ошибаюсь, локальном заповеднике, где можно увидеть то, на что была похожа сельскохозяйственная деятельность в Англии сто лет назад. А сейчас все фермеры перешли только на один вид, не помню, как называется, ну, допустим, Грэнни Спид, который видно в любом, не знаю, Дикси-перекрёстке, где угодно. И это происходит примерно по всему миру. То есть из-за того, что людям более выгодно сфокусироваться на каком-то одном виде, они начинают искусственно культивировать его, и таким образом это приводит к тому, что все остальные, к сожалению, постепенно-постепенно отмирают. Это, типа, очень древняя история. То есть это еще с агрокультурным переворотом, с домашним животным, с селекцией растений, со всем этим. В итоге выживает только то, что удобно и выгодно человеку. А все остальное... И в Майнкрафте тоже. Ну да, даже если посмотреть на... Здесь скорее не то, чтобы это все уничтожается человеком, человек культивирует только какой-то один вид. Здесь скорее речь о том, что изначально у тебя доступно очень маленькое количество видов животных и растений. И вот как раз на эту проблему обратили внимание создатели мода Биомза Плэнти. Он как раз сейчас виден на экране. Здесь авторы предложили такое решение. Они просто придумали огромное количество разных видов деревьев, травы, просто покрытий камней и чего угодно, для того, чтобы разнообразить флору Майнкрафта. Таким образом, их рандомно генерирующиеся миры... А в Майнкрафте, когда ты начинаешь играть, у тебя процедурно генерируется мир. То есть в случайном порядке выстраивается карта. И вот видите, там подсолнухи были, еще какие-то ромашки появляются. Они решили сделать этот мир более разнообразным, более похожим на землю, которая не тронута человеком, который привел все к одному виду. И придумали населить, в общем-то, игровые уровни большим количеством разных видов. Как я уже сказал, травы, деревьев. То есть так они пытаются бороться с тем единообразием, которое существует в игре сейчас. Ну и так и играть интересно. Да, гораздо. Я сейчас пройду чуть дальше. Еще один очень классный мод — обращать внимание на другую проблему. Дело в том, что сейчас в Майнкрафте можно производить что угодно, в каких угодно количествах. И ты не видишь, каким образом это влияет на экологическую обстановку. Но можно сразу же сказать, что эта игра — какая разница? Все равно это все происходит в виртуальном пространстве. Но, видимо, у нас есть единомышленники, которые считают, что все-таки даже несмотря на то, что эта игра — это суперсерьезно и важно. Поэтому пользователи разработали мод, который позволяет людям видеть те выбросы в атмосферу, которые происходят из-за того, что именно они производят. И они не только обнажают проблему, то есть ты ставишь печь, и ты тут же видишь, что у тебя идет дым, и это все видно в таких воксельных частицах, которые потом улетают в небо. Помимо этого они предлагают решение. То есть если игрок построил огромную фабрику, то он тут же может построить над трубами фильтры, которые позволят ему эту атмосферу очистить. То есть здесь авторы придумали дополнительный нарратив, который позволяет в существующей игре придумать новые условия. И таким образом человек, когда играет, он уже начинает задумываться о том, какое влияние он оказывает на окружающую обстановку. Есть, конечно, и гораздо более радикальные примеры, вот как, например, мод «Бактерия». Здесь немного трешово все это выглядит. Скорее, здесь радикально авторы попытались показать, как на самом деле сильный человек влияет на геометрию ландшафта, как сильно он влияет на экологию, окружающую обстановку. И они просто сделали такой артефакт — это зелье. Я думаю, что правильно перевести как «зелье». И когда человек кидает его, игрок кидает его в любое место, локации, то эта штука начинает просто моментально разъедать все, что попадается ей на пути. Она не трогает единственное, что живых, условно живых, персонажей и животных. И воду. Да, и воду. О, а сейчас он как раз... Да, сейчас он поболтает. Мы использовали здесь в основном записи геймплея. Мы постарались не использовать трейлеры как раз потому, что трейлеры обычно показывают самую хорошую сторону. А вот когда люди начинают играть, то уже происходит такой более веселый процесс, потому что видно разницу между теми идеями, которые заложили авторы, и тем, как на самом деле используется это игровое пространство. Ну, в общем, да, здесь игрок, который стримит геймплей, использует как раз это зелье для того, чтобы просто уничтожить все, что попадается ему на пути. И это такой гиперболизированный взгляд на то, что игрок делает вообще с ландшафтом территории, просто в таком гипертрофированном варианте. Но это все такие моды, которые показывают, я бы сказала, положительные изменения, которые можно внести в игру. Но есть более сложные варианты, скажем так, более негативные. Потому что есть моды, которые, наоборот, приводят к максимуму те негативные части, которые существуют в игре. Например, этот мод позволяет человеку ускорить производство. То есть вместо того, чтобы ты долго и продолжительно добывал ресурсы и увеличивал постепенно скорость производства, у тебя уже есть готовые печи, готовые инструменты, которые позволяют тебе быстро проходить эти циклы производства более сложных инструментов. Или еще более кислотный мод. Я не совсем понимаю, зачем он нужен, но тем не менее, если здесь мы просто влияем на средства производства, то тут у тебя можно уже просто построить настоящий ядерный реактор. Потому что это то, чего не хватает в природе. То есть здесь вот эту идею с тем, что человек бесконечно потребляет и бесконечно производит, авторы модов просто довели до максимума. Но давайте тогда, раз уж у нас там... Почему? Слушай, мы говорим эту штуку, что это важно обозначать такие моменты, и при этом может казаться, что какие-то из этих модов делают игру не такой веселой, потому что приходится, знаешь, типа задумываться о штуках. И вот это все. То есть получается, что оригинальная игра с этим типа не справляется. Я думаю, авторы оригинальной игры просто не подумали о том, что людей, которые будут в нее играть, возможно, заинтересует экологическая повестка, и просто не заложили эти варианты. Потому что есть же Эко, игра, которая очень-очень сильно похожа на Майнкрафт по механике. Ссор, я тут застряла в текстурах, ну ладно. И вот Эко как раз полностью пытается избавиться от этой проблемы. Здесь уже авторы заранее подумали о том, что людей, которые будут играть в современном мире, очень сильно волнуют процесс изменения климата, и то, что мы сказали, траты разнообразия. И они постарались сделать осознанную игру. В некоторых обзорах Эко, игру Эко называют осознанным Майнкрафтом, или устойчивым Майнкрафтом. Типа с установкой пилиции, которая... Да. И она просто позволяет при производстве ресурсов отслеживать то влияние, которое ты оказываешь на окружающую среду. И даже когда ты смотришь на карту, у тебя есть возможность посмотреть на те биомы, виды растений, которые существуют в разных регионах, на виды животных, которые также различаются в зависимости от того, где на карте ты находишься. И тут больше влияние на таком прикладном очевидном уровне. Например, ты срубаешь дерево, и когда оно падает, у тебя под ним также исчезает трава. То есть ты не просто срубил дерево, у тебя еще более продолжительный эффект от тех действий, которые ты производишь. Единственное, что, к сожалению, в подобных играх все-таки... Опять-таки можно поднять вопрос о том, что геймдизайнеры все равно оставляют простор для человека, и он может играть не совсем так, как задумывали авторы. И вот если до этого мы говорили о том, что есть эта капиталистическая идея о том, чтобы как можно больше потреблять, чтобы как можно больше производить, чтобы, опять же, как можно больше потреблять, то вот по некоторым геймплеям, как, например, тот, что справа, видно, что люди продолжают играть в эко, той же логики, в которой они играют в обычные игры-песочницы. То есть продолжают искать медь, чтобы потом найти как можно больше золота. То есть даже несмотря на такой суперположительный посыл эко, все равно, к сожалению, это пространство возможностей, оно заставляет людей, ну или не заставляет, а предполагает, что люди будут использовать игру не совсем так, как задумали авторы. Ну, давай здесь у нас... Слушай, кроме экологической поездки, мне кажется, что важная часть этого... Ну, типа, зачем нужны такие моды, и что есть в оригинальном Майнкрафте, чего нет. Это... О, боже мой, я забыл, пока я говорю. Сейчас, одну секунду. Это идея того, что... Нет, пойдем дальше. Ладно, может... Ну, у нас потом еще будет какой-то разворот. Просто поскольку у нас там видны уже фрегаты, то, может быть, поговорим о твоей любимой теме. О моей любимой теме колониализма. Да. Окей, да, кроме вот того, что, типа, Майнкрафт недостаточно экологический, может быть, есть. И я вспомнил. Да. Фишка в том, что, типа, Майнкрафт играют люди всех возрастов, и там, и взрослые дети, и все это, и проводят в них много времени, и они там сильно взаимодействуют с природой. И от этого, типа, может создаваться впечатление, что природа работает по правилам, по которым она работает в игре. Что можно просто так вырезать дерево, типа, увезти его, распилить на доски, там, все это, и ничего странного с этим нет. Потому что деревья, типа, ну, типа, примерно для этого и были созданы. Типа, вот в каком-то ключе, что не очень, конечно, так. И если... Как раз ставить вопрос в том, что, типа, ну да, Майнкрафт используют очень часто как обучающую платформу. Да, что за барную школу. Там показать там самовыражение и все эти штуки. То, чем это будет более приближено к реальным экологическим проблемам, тем больше шансов у нас реально разрулить эти экологические проблемы, которые есть в реальном мире. Да, ну и вот, кстати, про то, что люди приходят, и Земля как будто создана только для них, мне кажется, это такое наследие христианской философии, потому что в древнегреческом мире вообще такого не было. Потому что древние греки очень четко знали, что они пришли в мир, который был создан, когда до кем-то функционировал без них, и они никогда не ощущали себя как центр Вселенной. Они всегда были где-то на периферии, как часть огромного микрокосма, который в целом мог бы функционировать, даже если бы их не было. И вот только когда появились... Когда появились белые гетеросексуальные мужчины, и они пошли нападать на другие страны и захватывать их массово, и решать, что это все их территория, они могут делать с этим все, что хотят. И здесь и начался колониальный разговор. Да, тогда человек переместился как раз в центр Вселенной и стал позиционировать себя, в общем-то, как главная ее составляющая. Ну да, мы просто говорим здесь о колониализме, и здесь хотелось бы рассмотреть две части. Просто не все пользователи замечают в этом что-то ужасное. Те ролики, которые мы показывали буквально секунду до этого и сейчас. Дело в том, что автор этого летсплея, он совершенно не рассказывает о том, что делает в негативном ключе. То есть чувак просто рассказывает, что тебе нужно сделать для того, чтобы привезти жителей в свою деревню. Котов. А, нет, подожди, Котов — это следующее. Котов — это следующее, хорошо. Да, здесь просто он совершенно никак не... Возможно, даже не отдает себе отчеты в том, что именно он говорит. То есть в абсолютно будничной интонации он рассказывает о том, как построил офигительно красивую деревню, и как ему там не хватает жителей, поскольку они находятся в каком-то другом поселении, которое достаточно далеко расположено от того места, которое сконструировал он. И вот что он делает. Он просто едет в соседнее поселение, берет оттуда жителей и подробно дает инструкцию по тому, как ему этих жителей переместить, то есть как другому человеку переместить жителей с помощью вагонеток и лодки из одного населенного пункта в другой. И, ну, сейчас это как бы немного странно звучит, и вот это же как раз... Особенно с успокаивающей музыкой. Да, вот здесь как раз прокотов. А прокотов фишка в том, что это было видео на YouTube-канале Folding Ideas, которое рассказывало, что единственный способ, так чтобы у тебя в Майнкрафте появились коты в деревне, тебе нужно сделать, типа, деревню. Чтобы получить деревню, тебе нужно, чтобы там были люди. И чтобы у тебя была деревня с людьми, тебе нужно пойти в другие деревни и заставить этих людей прийти к тебе, жить у тебя, построить им там какие-то дома или там что-то они дальше сами будут строить. И фишка в том, что получается, что единственный способ, как вот в текущей версии Майнкрафта жить рядом с котами, тебе нужно поехать на край земли, украсть оттуда людей, силой затащить их в лодки, поставить им единственную возможность, чтобы они проехали только до тебя. И когда их наберется достаточное количество, у них будет достаточное количество, наконец-то будут коты. Да, ура. Может быть, британцы все это тоже делают. Кажется, типа, что-то с этим не так. Ну да, особенно, просто, возможно, для жителей России эта повестка не такая больная, как для европейцев и американцев. Нет, у нас есть способы проще получить котов. Ну да. Да, но просто, если учесть всю западноевропейскую историю, то это как минимум суперстранно закладывать такую возможность в игру. Сейчас я пройду чуть дальше и постараюсь рассказать, кстати, тоже про строительство. Вот мы говорили про строительство деревень, но не все... Смотри, мне просто тяжело одной рукой рулить. Подожди что-нибудь. Спасибо большое. Класс. В общем, не все строят безобидные поселения, и здесь как раз это натыкается на современную... Я надеюсь, не застряну. Ура! На современную проблему с перепроизводством, с чрезмерным строительством. Дело в том, что Minecraft тоже очень часто используется для того, чтобы... Ну и прочие игры-песочницы, для того, чтобы строить огромные фантастические структуры. Ну красиво. Да. Некоторые компании даже используют движок для того, чтобы пропагандировать экологичные идеи. Например, я не уверена, что можно так... Ну, блок... Ну, ладно. Короче, блокворк, все равно. Использовали Minecraft для того, чтобы построить огромный экологически устойчивый город и через перемещение туда игроков просто рассказать о том, как устроено устойчивое развитие. Они показывали ветряные мельницы, показывали солнечные батареи. Ну, а здесь как раз кроется такое глобальное противоречие. Я уже начала говорить немного про музей Виктория и Виктория Альберта. Недавно там был создан павильон. Этот павильон как раз пропагандировал идеи The Growth, то есть не Роста или Де-Роста. В общем, смысл в том, что архитекторы как бы отказываются строить слишком много, слишком интенсивно и фокусируются на развитии существующих пространств. Как выглядел павильон? Может быть, кто-то видел его? Просто недавно как раз он был во многих новостях. Ну, ладно, тогда расскажу. Он был установлен во внутреннем дворе музея и представлял собой просто четыре вертикально поставленные палки, которые просто обозначали габариты павильона, который должен был там стоять. И таким образом авторы хотели показать, что вот, смотрите, какое огромное пространство занял бы павильон. И дальше они, насколько я не ошибаюсь, давали какую-то статистику по ресурсам, которые нужно было бы потратить на его строительство. Пять блоков золота, два. Да-да-да, алмазная кирка. И они как раз пытались донести мысль, что нужно все строительство современное, новое, перенести в дополненную или виртуальную реальность. В общем-то, в павильоне были установлены экраны, которые позволяли взаимодействовать интерактивно с какими-то элементами. И, в общем, эта философия сейчас очень популярна. Как это видно по Осло, где сейчас проходит масштабная выставка, которая, в общем-то, пропагандирует идеи переноса всего строительства в виртуальное пространство. А существующее нужно просто улучшать, реконструировать, благоустраивать. Ну и Майнкрафт как раз немного с этим, ну и прочее. Получается, что если в реальном мире захватывать новую территорию, строить новые здания, это подчеркивает весь этот цикл производства, который портит экологию очень довольно серьезно, а этот цикл все равно должен быть, поддерживающий цикл все равно его раскручивает все сильнее и сильнее, то получается, что реальный вопрос просто остановиться строить наконец-то. Да. Что ты об этом думаешь как архитектор? Мне кажется, в таком случае как раз отличный, это сейчас будет немного парадоксально, но тем не менее отличный вариант это строить в виртуальной реальности, потому что здесь у тебя, кстати, меньше ограничений для творческого самовыражения. Не страдает природа. Да, не страдает природа. С другой стороны, тут у меня двоякий взгляд на это проблема, потому что с одной стороны Майнкрафт пропагандируется, стройте больше, стройте выше, стройте более сложные структуры, но с другой стороны это что-то вроде терапии, которая позволяет тебе реализовать. Это как Sims, когда тебе хочется контролировать других людей, но ты не делаешь это вживую, потому что им от этого немножко плохо может быть, или может быть они сопротивляются, или страдают. А ты просто идешь в Sims и ставишь им задачи, и они у них получаются, и все с этим хорошо и классно, и можно этот импульс туда, например. Можно копировать тех же самых людей, просто создаешь. Да, слушай, ну тогда Майнкрафт вообще не звучит как хоррор. Абсолютно. Нам надо было менять название. Что это как психотерапия. Вот здесь мы подошли... Майнкрафт как терапия. Как терапия. Здесь мы, кстати, подошли к немного другому жанру, который, в общем-то, созвучен с survival-крафтингом, то есть с играми-песочницами. Это как раз сады. Блин, с ними не так примерно все, что можно, потому что терапевтически они работают. Они работают примерно как сады, а сады они же начались как раз с колониальных времен, когда вы приезжаете в какую-нибудь страну, где никто ни разу не был, вырываете оттуда все, что там находится, придумываете этому свои названия, привозите это к себе и выставляете это все у себя в каких-то садах, контролируете природу. И сады при этом очень сильно подразумевают, что растения — это то, что человек сказал, что это растения. Есть сорняки, которые формально тоже растения, но они какие-то стрёмные. Есть деревья, которые не такие круглые, как на этой картинке. И значит, с ними что-то не так. Они недостаточно причёсанные. И получается, что природа в идее садов цена только когда человек ее реально контролирует. Да, ну и в общем-то об этом вся история французской волоншафтной архитектуры, где абсолютно нереалистичные, чётко геометричные формы, дорожек, клумб. Да, там как раз это происходит максимально заменой. То есть человек пытается облагородить природу так, чтобы она оказалась наиболее приемлемой. Мне кажется, здесь есть фундаментальная проблема с этим всем, потому что игры сады и реальные сады создают впечатление, что природа развивается только, когда ее касается человек. Потому что сам этот процесс не особо идет без человека, без сельхозпромышленности, без всего этого. А сама природа, особенно в тех же СИМС, если ты не поливаешь цветы, никто этим не занимается, кроме тебя, значит, они погибают, и ничто на их месте никогда больше не вырастет. И всё такое. Если оставить природу расти без человека саму с собой, то, может быть, и глобальное потепление медленнее наступит. Может быть, именно этот ход мышления – это часть того, что привело к ситуации, в которой мы находимся. Возможно. Но здесь тогда, раз уж мы стали говорить про терапию и прочее, можно попробовать посмотреть… Антидепрессанты. Да, на всё это немного под другим углом. Кстати, научился одной рукой, кажется, управлять. Вау, я могу… Суперскил. Ты ходишь, я стреляю, да? Что-что? Так прикольнее. Да? Потому что нам показалось довольно скучно делать слайды, и наша сегодняшняя речь очень сильно погружена в экологию. Мы хотим показать именно это всё, как экологию внутри игрового дышка. Да, и здесь мы решили провести достаточно, может быть, не такую очевидную аналогию между видеоиграми, а в частности такими survival-песочницами, и тем, что, в общем-то, свойственно европейской культуре, а это карнавал. И карнавал в Средневековье – это было место, где человек мог встретиться лицом к лицу со своими главными страхами. И, как вы знаете, Средневековый человек постоянно жил в напряжении, потому что думал, что вот-вот он умрёт буквально от чего угодно и окажется в аду. И карнавал был таким местом, где он мог вживую встретить чертей и прочих демонических существ и страшных сказок, которые его пугали. И это имело такой терапевтический эффект, потому что осознание того, что что-то страшное близко, но при этом достаточно безобидное, человека успокаивало. Кроме того, во время карнавала перед Великим постом было дозволено делать практически что угодно. И человек действительно делал абсолютно всё, что ему приходило в голову, но при этом он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что это ненормальное поведение, что оно неприемлемо в обычной обстановке. Но вот место и время, где это возможно. Это неприемлемо в таком обществе. И вот только здесь, только сейчас он может позволить себе эти плохие вещи. Он знает, что это плохо, так делать нельзя. Но вот тут это можно. И тут мы подумали, что возможно, в Майнкрафт можно и прочие игры песочницы можно расценивать как раз, как такое место карнавал. Опять же, потому что они сейчас в топе стримингов, и там тот же пидипай с миллионами просмотров. Все понимают, что животные, которые там он убивает, это не очень, типа то, что надо делать в реальной жизни. И захваты этой территории, и все смешные и очень страшные вещи, которые он там делает, можно посмотреть. И вот это то, что мы реально имели в виду, когда называли коллекцию хоррор. Потому что это вещи, которые с ними фундаментально, что это не так. И их можно читать как очень-очень страшные истории. И большинство людей, которые смотрят это все, знают, что это страшно специально. Типа, что он пытается найти какие-то самые жуткие вещи, которые там можно делать, самые неловкие, самые какие-то странные личные истории. И выясняется, что это не то, что не должно происходить, не должно быть таких игр, всякие такие штуки. А это в каком-то смысле вот этот карнавал и есть. Когда мы все вместе собрались на площади, посмотрели на этих пиксельных животных, на то, как человек, который стримит их на миллион, аудиторию публично уничтожает. Да, но мы знаем, что это злодеи. То есть мы знаем, что это плохо. Мы прекрасно даем себе отсчет в том, что так в реальной жизни быть не должно. Потому что я классно назвал его таким шутом. В общем, в том смысле, в котором шуты существовали в Средневековье. Да, да, да. Вот, то есть ты еще рассказывал про такую классную историю, про злодеев, которые приезжали в города, про шулеров. А, про шулеров, про них тоже. О, это старая история. В смысле, типа, ей лет 500. И это была история... Так как карнавалом. Да, это примерно вот все о том же, потому что довольно было известно в европейских городах, что есть бандиты. И есть люди, которые ходят там как-то публично, делают плохие вещи. И что это вот те самые люди, которые плохие вещи делают. А мы, типа, не бандиты. И был момент единения бандитов и не бандитов всегда. Это когда на центральной площади города... Это, типа, один из самых первых стримингов в истории. Когда, там, вот, порядка в 15-м, 16-м, 17-м тоже веке, они приезжали, выходили на центральную площадь города и играли с людьми в кости, в карты, во всякие такие игры. И все знали, что они играют, типа, с бандитами. И что... И все знают, что их будут обманывать. И они будут шулерами. И всегда от города выделялся какой-то, там, наш человек, который честный, который, там, не будет ничего обманывать. И все это выходил и выступал против него. И все знали, что на той стороне что-то фундаментально не так. И что игра — это сломанные, они делают какие-то все неправильные вещи. Но веселье, которое строило, строилось вокруг этого. И ему, типа, в каком-то смысле... Здесь получается, что Майнкрафт — это вот такой бандит, который позволяет делать все эти странные вещи. Пьюдипай — это вот глава этих бандитов. Человек, который стримит все эти штуки. А игроки, которые играют сами при этом, они могут или повторять этот опыт, который они знают, что он... С ним что-то не так. Но дело не в том, что... Мне кажется, что, типа, главная штука здесь — это не в том, что они делают, а в том, что они при этом узнают. Потому что люди, которые, типа, вот миллионными аудиториями смотрят и понимают, что с этим что-то не так, получается, что Майнкрафт поднимает вопрос экологии на уровень, на который не все образовательные институции могут подняться. Да, просто через такое погружение, через интерактив ты гораздо глубже погружаешься во все существующие проблемы. Ты понимаешь, да, если вначале можно взглянуть на игру как на что-то, что пропагандирует, чрезмерное потребление, чрезмерное производство, то все-таки нам кажется, что правильнее рассматривать это как такую терапию или как такую сказку, которая должна тебя научить тому, что на самом деле делать нельзя, что на самом деле неприемлемо. Это фильм ужасов в том числе. Поэтому здесь, наверное, хочется еще сказать и про другие игры, которые также поднимают вопрос экологии, но немного на другом уровне, как раз практически совершенно без участия человека. Да, большой вопрос-то здесь в том, что если с Майнкрафтом все фундаментально не так, типа как мы говорим, и мы вот разбираем его по кусочке, и недовольны примерно всем, то во что тогда играть об экологии? В Майнкрафт. В этом есть ответ, в этом есть затея. И кажется, что именно там это сейчас все и происходит. И эта штука поднимает экологические вопросы больше, чем очень многие другие вещи. Но очень многие вещи другие как раз появились как анти-майнкрафты. И вот посередине этого, это как картинка с Протеусом, это игра, в которой... Но игрок не может особо взаимодействовать с природой вообще. Есть красивый остров, ты на нем появляешься, там есть своя экология, там есть какие-то свои животные. К ним можно подойти, нажать кнопку, и ты услышишь, какой звук это делает. Эта штука. И все. И ты ничего не разрушаешь, ты не можешь добывать деревья, ты следишь за циклом дня-ночи, иногда ты можешь дойти до какой-то там специальной точки и перейти на следующий такой остров. И с экологической точки зрения, это, конечно, классно, что игрока нет возможности, знаешь, типа оценивать пространство, как что-то сделанное только для него, для ресурсов, для захватов, но это ей особо ничему не учится. Ну да, ну так же, как флауэрон, такая супер медитативная, про лепестки, которые улетели из душного-душного города и теперь могут летать по лугам, раскрашивать их в разные цвета. Здесь тоже нет абсолютно никакого вторжения в природу, помимо того, что ты контролируешь потоки... Это не звучит как предостережение. Да, потоки ветра. Здесь, конечно, все такое максимально лояльное и действительно не дать тебе сделать ничего плохого, но, как многие говорят, что чтобы чему-то научиться, нужно очень сильно ошибаться. И вот как раз Майнкрафт дает возможность задуматься о том, что происходит. Ну да, мы постоянно говорим Майнкрафт, но мы подразумеваем на самом деле и другие survival-песочницы, где нужно крафтить и что-то добывать, то есть добывать и производить. Здесь, да, ты погружаешься в такую атмосферу, в которой тебе сначала весело, а потом у тебя начинают появляться мысли о том, правильно ли это, насколько это этично. И некоторые люди, как мы уже показали, решают это с помощью придумывания модов. Кто-то просто поднимает этот дискурс и начинает писать научные статьи о том, как сильно свал песочницы. Слово читать лекции в музеях. Да. В общем, масса вариантов, чем можно заняться, если один раз поиграл. В общем, да, и здесь мы, наверное, хотели подвести к нашей основной мысли. Какой? Да, что это хоррор, но тем не менее. А, но в нем урок. Да, но в нем урок. То есть это такая страшная сказка наподобие тех, которые существовали вообще испокон веков, где на самом деле за такой игровой эстетикой скрывается гораздо более глубокая мысль, и она совсем не про уничтожение, совсем не про негатив, а про то, чему человек на самом деле может научиться. Да, и команда, которая делает Майнкрафт, реально же поднимает, типа, берет какие-то из этих проблем и чинит их в игре. И выясняется, что есть следующий слой проблем. Вот там не было жителей с деревнями, они сделали жителей с деревнями. Там добавили туда кошек, выяснилось, что там есть фундаментальная фигня совсем. Да, да, да. Ну и главное, что складывается огромная комьюнити, которая начинает эти вопросы действительно обсуждать и над ними работать. То есть это отличный инструмент для того, чтобы заставить людей задуматься над этой повесткой. Возможно, даже если они приходят в группу просто что-нибудь построить, больше их ничего не интересует, но тем не менее, сама обстановка. Получается, что все, что там происходит, это ужасные вещи. И это замечательно. Да. Вот. Вот, спасибо большое. Спасибо большое. Может быть, у вас есть вопросы к тому, что вообще сейчас происходило. Да, какие у вас есть вопросы? О микрофон. О, у вас есть микрофон. И у вас есть человек с вопросом? Или нету? Я вижу. Да, успокаивающая музыка располагает. У меня вопрос по поводу деревьев. Там прозвучала какая-то фраза, что деревья можно срубить и распилить на доске, а это неправильно. Я хотел бы узнать, как правильно надо поступать с деревьями. Их можно спилить и разрубить на бревна, не на доске. Тоже как вариант. Спасибо за вопрос. Нет, ну типа, наверное, идея в том, чтобы как-то в игре показать, что их можно контролировать высаживание их или не высаживать. Да, но это в ЭКО как раз решает. Потому что, типа, мне кажется, что в том смысле, в котором мы имели в виду, фундаментальная проблема в том, что деревья в игре сделаны очень односторонней штукой, которая, типа, выполняет только одну из целей игрока и не влияет больше ни на что остальное. Это такая штука, которая дает тебе бревна. Но не кислороды. То есть ты не видишь утрату возможного кислорода. Да, реальные деревья, они о многом. Ну то есть не только ресурсы. Ну ладно, да. Я понял по поводу деревьев, по поводу Майнкрафта тогда. То есть я правильно понял, что ваш тезис в том, что Майнкрафт, он там правдивый, правильно отображает логику капитализма, клонialизма и там. Нет, но он ее, типа, вот в какой-то мере отображает. Мы не говорим о том, что это сделано специально, просто по тому, как сами люди, выросшие в такой обстановке, то есть игроки, они же все обладают каким-то бэкграундом. В основном этот бэкграунд связан с современным обществом, с современной экономической, экологической обстановкой, и они этот бэкграунд в игру привносят. И из-за этого столкновения оригинального дизайна и того, что есть у игроков, как раз получается то, что... Я соглашусь с вами, что нельзя сказать, что он правильно показывает механизмы капитализма, клонialизма и... Я как раз думаю, что он правильно показывает. Что он правильно показывает. Он не развенется. Да. В смысле достоверно отображает? Мне кажется, что он показывает их на достаточном уровне, чтобы это был вопрос. Чтобы это было понятно, что эта проблема есть, что если, ты приходишь с очень капиталистическим настроем, то понятно, что там делаешь. Если ты приходишь с очень антикапиталистическим настроем, то понятно, что ты там делаешь. Да, то есть там все зависит от игрока. Просто кто-то будет считать, что это ок, привозить жителей из деревни к себе и не увидеть в этом абсолютно никакого подтекста. А вот один из авторов, например, стрима сказал, что когда он понял, что такая вообще возможность есть, у него появились вопросы к игре. То есть просто все зависит от игрока на самом деле. А потом вопросы государства, а потом вопросы... Да, все, дальше, дальше. Спасибо. Спасибо, хорошие вопросы. Здравствуйте. Я, наверное, хотела просто дополнить по поводу этичного использования деревьев в банкрепте, потому что там реально их можно этично рубить. Всегда нужно дорубливать до самого конца листвы, тогда вы получаете саженцы, тогда вы можете из одного вот этого срубленного дерева посадить еще там типа пять деревьев, там в среднем четыре-пять саженцев попадает, и тогда вы как бы компенсируете вот эту проблему. Спасибо, да, в этом смысле это будет намного более этичная штука. Вопрос того, что это все равно одностороннее использование и очень плоская коммуникация. Да, дело в том, что это все равно нет какой-то шкалы, которая отображает, что ты теряешь, но вот при этом как мы уже говорили в ЭКО, это немного по-другому устроено, ты видишь полный спектр твоего воздействия на окружающую среду, то есть не только утрата какого-то одного ресурса, но и других, которые связаны с ним. Вот так, спасибо большое за дополнение. Это полезно. Еще вопросы? Здравствуйте, спасибо за лекцию, замечательная лекция, все как обычно, и презентация тоже чудо просто. Вопрос у меня такой, я издалека зайду, позволю себе, смотрите. Если вот так вот подойти к Майнкрафту как к игре, то по большому счету вот был пример замечательный с игрой ЭКО как раз таки, что вот да, эта игра вроде бы как старается дать какой-то комментарий на тему того, как ты влияешь на то, что происходит с миром, но игроки в конце концов все равно ныряют во все это дело и начинают искать меч для того, чтобы откопать все быстрее. И тут есть интересный момент, что действительно это в принципе проблема-то, наверное, даже не конкретной игры, не конкретной репрезентации какой-то проблемы в игре, сколько того, как к играм вообще привыкли подходить. То есть сама по себе игра это в какой-то степени процесс вот чистого такого неконтролируемого употребления. То есть у тебя есть какой-то контент, его нужно поскорее освоить, все увидеть. И это первая половина проблемы. Вторая половина проблемы в том, что игры, в отличие от реальности, которая исходит, условно говоря, от каких-то первых принципов, восходит все выше и выше и выше, выстраивает какую-то систему, игры все-таки сработают вот именно с тем, что из этих первых принципов в конце концов выросло, превращая их в какие-то абстракции. И разумеется, если мы попытаемся каким-то образом добавлять все вот эти вот системы, ту же самую экологию, генерацию, кислорода и прочего, и прочего, это офигеть, как много работы. Офигеть, как много работы для разработчика. И, соответственно, есть такое подозрение, что эту проблему можно решить не исключительно наворачивая новые системы, а, например, как-то более-менее геймдизайнерским путем. То есть вот поэтому я, наверное, возможно, вы думали уже на эту тему, когда готовили материал. Это такое геймдизайнерское, наверное, упражнение. Каким образом? То есть фактически в Майнкрафте, если смотреть на него как на этот хоррор, есть мир, есть условные там скелеты, есть условные криперы и прочие, 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 которых ты видишь фактически как твоих оппонентов. Но фактически злодей в этой ситуации ты. И как бы вы в этой ситуации зарефреймили вот все происходящее так, чтобы игрок сам задумался о том, что вообще происходит? Потому что не все ходят на лекции в гараж, не все читают новости. Ходите, пожалуйста, да? Вот да, да. Идеально было бы, если бы так, но как бы вы так или иначе потолкнули игроков, потому что большинство об этом не задумывается. Они видят, господи, я могу копать, копать! Нифига себе, мне дали лопату, значит, я должен копать. Как бы вы заставили человека задуматься и подумать в другую сторону? Классные вопросы, спасибо большое. По поводу первого вопроса и того, насколько эти взаимодействия вшиты в игру. Мне кажется, что Кодзима пару дней назад сказал типа об этом все. Про палки и веревки. Про палки и веревки и все, что он говорил. И тезис на, если я правильно понял, гения, то идея в том, что масштабы, которые он делал игры, которые делали, а раньше остается на том, что игроки могут тыкать друг друга палкой, причинять какой-то вред, взаимодействовать. Подразумеваю, что основной механизм их взаимодействия — это оружие. А вот в том же Майнкрафте ты не можешь причинить такой прямой вред другому игроку. Тебе придется для этого выкопать яму, сломать лестницу, оставить его там и булить, пока он не уйдет из сервера. И эти штуки бы тоже оттуда убрать. И идея как раз в том, чтобы убрать этот механизм. Но у игроков есть ожидание, что эти вещи там есть. И придется очень много подождать, пока они переучатся. Ну то есть, с другой стороны, если у человека это отобрать, это не только повлияет на его ожидания. Ну то есть, это же еще и в значительной степени... То есть, у всего плохого, чем ты пользуешься... То есть, ты лопатой можешь делать что-то хорошее, а можешь делать что-то плохое, в конце концов. Да, и вот Sims совсем не подразумевает, что ты можешь делать с этими людьми плохие вещи, как бы изначально. Там нет оружия, которое делаешь. Но люди довольно быстро придумывают, как убирать лестницу из бассейна. Да. То есть, это вопрос не только к геймдизайнерам, Скорее к нам. Да, просто к нам, как к людям. Да, по поводу того, как это все зафреймить так, чтобы это все заработало, то мне кажется, что там магически одной игрой это все не получится. Это вопрос реально джановых различий игровых, ожиданий игроков, модерирования массовых взаимодействий, личных взаимодействий и всех тех штук. И кто решит вопрос, будет строителем нового жанра. Давайте я попробую взять и построить прямо сейчас. Прямо сейчас? Но на самом деле просто есть два очень хороших примера, которые пришли в голову как раз-таки в процессе того, как вы все это дело рассказывали. Первый — это, мне кажется, на самом деле, главная вообще экологическая игра, которая с экологической повесткой, которую когда-либо вообще создавали, это Shadow of the Colossus. Это, напомню, игра, в которой вы по очереди убиваете 16 разных боссов. Это такие огромные суровые гиганты, схватки с которыми это просто захватывающее безумное действие. Но в процессе, я не знаю, возможно, это будет спойлер для вас, но в конце концов окажется, что игрок просто с безумной яростью начинает на них накидываться, убивает их, такой, «Вау, я справился, это челлендж!» Ну, в конце концов, ему говорят, что ты злодей, ты зря их убил, и, в общем, тем, что ты... Что ж ты вообще натворил? Ты такой засранец. Он как в «Я робот». Ну, в смысле, не в фильме, а в книге. Вот. Где он, на самом деле, злодейом оказался. То есть ключевой момент, наверное, это то, что показать... То есть позволить человеку запрыгнуть на вот этот вот безумный такой стрик выкапывания, сломания и так далее, и потом показать ему в каком-то виде опоследствия. Классная идея. Мне кажется, что это так не работает. Почему? Почему? А я хотела как раз предложить систему каких-то сдержек противовеса. Да, потому что вот эти сдержки противовеса и вот история, которая рассказывает о том, что вот вы делали вот так, вот так, а потом вы все оказались злодеем, она шеймит игрока. То есть получается, что игрок виноват в том, что это все происходит. Игрок виноват в том, что у него есть это желание. Игрок виноват в том, что игра ему давала это желание выразить. И игрок понимает, что он делает фундаментально неправильные штуки, но не дает ему реального ответа, что он может делать с экологией. Не дает ему выбора фактически. По сути, она задает вопрос, прямым текстом говорят, что твое желание неправильное, и не говорят, как его выражать по-другому, как контролировать всю эту ситуацию. И на эту тему я, конечно, очень сильно рекомендую книжку Тимоти Мортона «Быть экологичным», которая придается с неплохим русским переводом. И он поднимает этот вопрос с философской точки зрения, и мне кажется, там есть пара интересных идей. — Да, но и здесь все-таки сейчас сказывается фундаментальная разница в жанрах, потому что мы специально выбрали песочницы, потому что у них не такие широкие возможности для какого-то нарратива более долгого. — Морализаторство. — Морализаторство, да. Мне кажется, неплохой вариант — это как раз тот мод, где ты видишь выбросы парниковых газов и все такое, потому что там у тебя есть какое-то... То есть ты совершаешь действие, у тебя сразу же есть моментальный ответ от самой игры, но это как раз то, о чем Дима говорил об отсутствии сопротивления систем, потому что в оригинальной версии этого нет, но, возможно, если это появится, если что-то будет супернаглядным и очевидным, это поможет людям лучше выстраивать какие-то логические цепочки и связи. — Да, спасибо. — Я обещал, что примера будет два, у меня еще и второй. — О, извините, да. — Есть игра, которую я недавно откопал, почему-то никто ее вообще не замечал, называется «Экоу». Не эко как экология, а эхо как эхо. Это игра про женщину, которая попала в некий бесконечный безумный дворец, который обладает своим разумом, и он отреагировал на ее присутствие тем, что он начал создавать ее копии, причем эти копии агрессивные. И поворот там интересный именно в том, что эти копии изначально ничего не умеют. Они смотрят на то, что ты делаешь, и учатся у тебя. Соответственно, ты перепрыгнул через забор, они тоже научились перепрыгивать через забор. Ты побежал, и они побежали. Ты выстрелил, они тоже начали стрелять. И, возможно, в разрезе Майнкрафта было бы, наверное, интересно сделать так, что, скажем, зомби, которые есть в Майнкрафте, они появляются не просто так. Они появляются просто за каждое срубленное дерево. И чем больше деревьев ты срубишь, тем больше у тебя появляется зомби, зомби, криперов или чего-то еще в этом духе. Возможно, в этом может быть какая-то зацепка на уровне метафоры, условной. Не прописывать какие-то системы. На уровне гуманистической фантастики это похоже на Лема и на Солярис. Да, 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 это все равно. И это, типа, мне кажется, на этом уровне нарративов это уже все случилось. А дальше шеймить игрока за то, что, типа, вот ты срубил эту штуку, и это все неправильно. Но мы, типа, даем тебе ее срубить, потому что тебе нравится срубать эти штуки. Но у этого будет последствия. Да, но кажется, что-то не так с самим этим циклом. То есть это как раз про Emerging Narrative, то есть у тебя в любом случае эта возможность остается. То есть, да, у тебя есть такое поле для совершения ошибок. Но тут ключевой момент, что ты можешь до сих пор это делать. И не все люди сделают правильный вывод, как мне кажется. Может быть, некоторым это понравится. Кто-то будет обязательно срубать эти деревья, чтобы было побольше клепов, чтобы их убивать. Потому что это, типа, получается, как кафе, где есть пластиковые трубочки, и ты берешь пластиковую трубочку, и тебя за это бьют по лицу. Потому что, ну, как бы, это неправильный логический выбор. Нет, тебя бьют по лицу, но дают увернуться. Вот. Тебя предупреждают. Вот. Навернешься ли ты? Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Хорошая идея. Спасибо за вопрос. Может, еще кто-то хочет спросить что-нибудь? Да, да, да. О, где-то микрофон есть. Спасибо. И вот розетка с ветериной на мельнице, а вот розетка, с которой бьет тебя только. А такой вопрос. Получается, ведь при запуске Майнкрафта у вас среда фактически такая обетованная, и у вас нет никакой инфраструктуры, которая есть сейчас. Да. Поэтому, как можно на примере Майнкрафта чему-то учить, если при запуске уровня ты должен начать добывать что-то? Да. В чем стоит хоррор? И это фундаментальная как раз штука, которую Майнкрафт затягивает, да. Ну, в этом получается, что все процессы достаточно логичны, которые происходят в Майнкрафте. Да, и вот они как раз перекликаются с такими же абсолютно логичными процессами, которые происходили на Земле, и вот к чему они нас привели. Поэтому тут вопрос в том, как выстроить эти процессы таким образом, чтобы они перестали перекликаться с той логикой, в которой Земля существовала, то есть с людьми, которые существовали все это время, и чтобы сам этот путь, который человечество прошло, он в логике Майнкрафта перестал так сильно отражать тот путь, который прошло в реальной жизни. И здесь, скорее, нужно немного изменить механику, чтобы изменить само русло. То есть да, нужно… По-прежнему человек не может существовать, если он не будет потреблять ресурсы и производить. Другой вопрос, как именно. Скорее всего, нужно просто придумать инструменты. или же, играя в Майнкрафт, просто держать всегда в голове, ну и, скорее всего, все так и будут делать, держать в голове то, что вот, это именно полное отражение нашей истории, вот что привело нас к тому состоянию, где мы сейчас находимся. То есть некая образовательная составляющая. Но так я согласна, что да, вот игру невозможно, в общем-то, играть, если ты просто там существуешь и ничего не делаешь, ничего не трогаешь. Да, как фильм ужасов, получается, потому что актеры стрядают. Тогда второй вопрос. А как перестать строить в реальности и начать проектировать только в виртуальной реальности, если, например, даже популяция населения Земли растет? И вот тут вопросик, как перестать строить? Ну это же невозможно. Просто остановитесь. Ну а это же нереальная такая идея, взять и перестать строить. Подойти к девелоперу и сказать, не зарабатывать. Да, это такая скорее идея-манифест. Как выйти из капитализма, не выходя из капитализма? Да, ну никак. На самом деле это все такие идеи-манифесты, как были идеи-манифесты и кробезья. То есть это не то, что ты имеешь буквально в виду, но это такая гиперболизированная идея, которая очень хорошо работает для того, чтобы заставить тебя обратить на что-то внимание. То есть ты, конечно, не перестанешь строить, но ты задумаешься о том, ну ладно, перестать строить я не могу, ну как мне этот процесс сократить, например, или как сделать это строительство смешанным. Меньше старых технологий, больше новых технологий. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо вам большое. Да, если нет больше вопросов, спасибо всем. Спасибо. Спасибо.